Полсотни километров асфальта и более 10 миллиардов рублей инвестиций. Таковы итоги работы дорожных предприятий Якутии за 9 месяцев этого года. Обсуждение состоялось сегодня в Минтрансе республики. О перспективных направлениях деятельности расскажет Виталий Абрамов. В целом по республике за 9 месяцев текущего года дорожных работ выполнено почти на 13 миллиардов рублей, что составляет 2,3 от годового лимита. Построено 34 километра федеральной трассы и 25 километров региональной дороги. Остальные средства ушли на ремонт и содержание автодорог. На капитальный ремонт и ремонт автодорог всего предусмотрено 440 миллионов рублей. Ожидаем вот 13 километров автодорог и 11 мостовых переходов. В том числе будет введено на автодороге Амга 2,9 километров, на автодороге Харбалах 2,4 километра и мостовые переходы через реку Восточный Белях, Верхоянском районе, Танхай, Алгудах, Мирнинском районе, Сунтар, Ваймеконском лусе, Тата в Татинском и через речку Игриво в Усмайском лусе. Незабытые села. По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» до конца года будет введено 29 километров дорог, в том числе введенные накануне и сегодня подъездные трассы к селам «Партизан» и «Немегюнсы». У нас состояние дороги было очень плохое, ломалась техника, доступность была не очень хорошая. Наряду с этим дорожники готовятся к предстоящему зимнему сезону, открытию автозимников и их благоустройству. Закупили спецтехники, также построили гаражи в селе Хуну Момского района, в поселке Белая гора Абыйского района и сейчас строим в поселке Чокурдах Аллаеховского района. Также муниципальным образованием Верхоянский лус нам передана производственная база, на которой мы сделали ремонт. И сейчас там располагается западный дорожный участок. Благодаря нововведенным объектам нам будет проще решать задачи, которые стоят перед нами. Вместе с тем, с нынешнего года в Дорожный фонд Республики будет поступать дополнительный миллиард, который по одному рублю будет капать от аксизов на нефтепродукты. Кроме того, в Вилтумене будет рассмотрен законопроект о направлении штрафов за нарушение ПДД, также в Дорожный фонд Якутии. Планируется реализовать следующие основные мероприятия. Это увеличить объем финансирования ремонтных работ и содержания, что позволит привести 35% региональных и местных дорог в нормативное состояние к 2019 году. Второе. Увеличить долю софинансирования до 50% по проектно-изыскательским работам на строительство подвездных путей сельским населенным пунктом, что отразится также на увеличении доли софинансирования из федерального бюджета по федеральной целевой программе. Среди основных задач на ближайшие два года Минтранс видит наращивание темпов реконструкции и строительства дорог и мостов на федеральных и региональных трассах, а также активизацию работы по включению в федеральные целевые программы мероприятий по строительству региональных и местных дорог. Виталий Абрамов, Виолетта Засимова, Василий Соловьев и Александр Ярков. Анбакасаха, Якутск, Хангаласский Улус.